Всем привет, добро пожаловать на новый влог, и мы все ближе и ближе подходим к Рождеству. И погодка сегодня, ну не то чтобы зимняя, но, ну как сказать, не скажу, что это прям зима, но уже не лето хотя бы. Ох уж эти дети, на улице дождь, довольно-таки серьезный дождь причем. И если кому-то интересно, нет, в Лос-Анджелесе нет снега зимой, конечно же есть места высоко в горах, например, Big Bear, в котором мы часто ездим, или там Lake Arrowhead, в котором мы ездили в прошлом году. Там снег есть, потому что высоко в горах, ну я думаю, вы понимаете все сами. Но конкретно в Лос-Анджелесе снега нет, но я не могу сказать, что его никогда не было. Мне очень много раз рассказывали, что была какая-то природная аномалия в 1949 году, когда прямо в Лос-Анджелесе был снег. В деловом центре, говорят, был дюйм снега целый, а вот в долине почти один фут снега. И вот вы сейчас видите фотографии, это все Лос-Анджелес. Представляете, такое было, и было бы очень прикольно пережить это еще раз, но, ну кто знает. Вот, пожалуйста, чья-то семейная фотография из 1962 года, и вот это вот из 1974, представляете? И для меня это очень странно, естественно, я даже тогда не был жив, не то чтобы не жил в Америке, но просто я не могу даже представить снег прямо в городе, это знаете, это была бы какая-то матрица. Матрица. Мы в «Матриксе»? Нет, мы в Сан-Франциско. И да, правда, я сейчас не в «Матрице», я сейчас в «Сан-Франциско», в нашем отеле. И огромное спасибо моим друзьям из Warner Brothers за то, что пригласили и привезли нас на это мероприятие. Я огромный поклонник вообще «Матрицы», всей франшизы в целом. Поэтому я очень, я жду не дождусь завтра, когда будет премьера и прочие всякие активности. Но сегодня у нас свободный день, поэтому давайте отдыхать, тусоваться. Я знаю, знаете, я знаю двоих людей, которые, как минимум двоих людей, которые живут здесь недалеко. У меня для вас всех сейчас задание. Закончите это предложение. Вам нужно закончить это предложение. Это Сан-Франциско. Город стилю диска. Марин говорит, помнишь эту беззаботную жизнь? Я говорю, она у меня еще продолжается, потому что я себе не сделал детей, в отличие от вас. У меня ничего не поменялось. Есть такое правило, что когда ты снимаешься на камеру, то ничего плохого с тобой не может случиться. Это живописный Сан-Франциско. Знаете, кровь. Это джем. Это джем. Он уже их стоит. Он зависит в матрице. Тикея решил купить Димин любимые чипсы. Рапплс. Почему тебе они так нравятся, Дим? Потому что я просто лучший. Не получилось у нас покататься на коньках. На коньках? Это я правильно сказал, Марин? На коньках? Это почему-то звучит так странно. На коньках. На коньках. Почему? Серьезно? Ратач, какое у тебя уровень английского? А1, А2 где-то. Ты можешь мне сказать, что это значит? Вот красный написано. Не знаю, не понимать. Не понимаешь? А я понимаю, я только зеленый. Сейчас поедем на автобусе. Или как называется на... Трамвае. Трамвае. Нет, нет, нет. Трамвай, трамвай. Трамвай, да? Да. На трамвае сейчас поедем. А, мне кажется, это называется кард? Ну, по-русски смысле как это называется. Кабл-кар. Ну да, а по-русски-то как называется? Трамвай. Трамвай. У меня в последнее время очень большие проблемы, ребята, по-русски говорить. Я вообще не могу. Я так туплю, я вообще не могу. Я в последнее время очень мало говорю по-русски. Даже видео реже стали выходить, видите? Кто-то постучался в дверь. И две вот такие вот коробочки нам дал. И сейчас мы посмотрим, что в них. О, мой Бог. Ну все, теперь мы, кажется, точно в Матрице. Окей, нам написали, сейчас несколько людей будут там в баре, кто тоже идет завтра на премьеру и на все эти мероприятия. Поэтому мы сейчас встретимся, познакомимся, встретимся. Собаки снова у нянь. Поэтому мы снова беззаботные, молодые, озорные. Можем делать, что хотим, да скольки хотим, когда хотим. Никого не надо выгуливать, никого не надо кормить. Понимаете? В общем, странные дела. Правило видеоблога номер один. Не тычьте незнакомым людям камерой в лицо. Если вы впервые знакомитесь с людьми, даже если они блогеры, не снимайте ничего. Я поднимаю этот бокал за вас, за нас и за Warner Bros. Завтра, конечно, будет бешеный день, поэтому увидимся уже с вами завтра. Ну все, доброе утро, этот день настал. Сегодня мы официально погружаемся в Матрицу. Сверим часы, дорогие друзья. Мы готовы. Я не знал, что мы так близко к Чайна Тауну, Сан-Франциско. Вот этого я не знал. Конечно, сейчас нам нужно позавтракать и потом все начинается. Сегодня, на самом деле, довольно-таки бешеный день будет. Поэтому давайте так. Поставьте этот влог сейчас на паузу. В описании приложу ссылку. Идите, сходите на Матрицу Воскрешение. И после этого возвращайтесь на влог. И там уже вы посмотрите, и потом и я посмотрю. И мы с вами будем на одной волне. Вот это я понимаю. Я никогда бы в жизни не подумал, что маленький мальчик, который сидел в России и смотрел, как Нео там мочит чуваков в Матрице, приедет сюда. В Матрицу, на премьеру, новой Матрице. Вот этого я не ожидал. Я не могу поверить, что это происходит. Я люблю это. Спасибо, Warner Brothers. Это что такое? Это как я сделаю мейкоп. Ну и вот, у нас теперь полная Матрица. Полная Матрица. Посмотрите, мы все по тематике. Все очень прикольно, очень круто. Не терпится увидеть этот фильм. Мы пересмотрели все три. Мы готовы к новому. Матрица. Матрица. Я желаю вам приветствовать только один, нашим победителем, нашим звуком, нашим звуком, нашим великим, прекрасным визженером, Лана Учелси. Вау! Очень ностальгично, очень круто. Я ожидал, что они будут выглядеть чуть... Я не ожидал, что они будут выглядеть так молодо, как они выглядят на настоящий момент. Почему-то я ожидал, что они будут намного старше выглядеть. Мне очень понравилось. Как я говорил, очень много у меня возникло чувств ностальгии, потому что я помню, когда я смотрел «Матрицу» в первый раз, когда я был ребенком, я не могу поверить вообще всему этому, всему этому я не могу поверить. Очень крутой ивент сам по себе и очень крутой фильм, я очень рекомендую. Особенно если вы смотрели «Матрицу» так же, как и я, когда-то обязательно, обязательно сходите посмотреть. Вот мы на автопати, конечно же. Я понимаю, что вы ничего не видите сейчас, но еда, я вас уверяю, супер. Автопати. Я просто купаюсь в этой атмосфере успешности и известности. Это очень круто. Возможно, я пьян. Да уж, Киану Ривз умеет тусить. 7 утра время. Мы пришли с автопати только 3 часа назад. Но нам нужно лететь домой уже потому, что у нас дела сегодня. Вот такой вот Rockstar Lifestyle, как говорится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова